Всем большой привет! С вами Юлия. Сегодня я хочу сделать такое видео фавориты карантина. Звучит немножко жутковато, но зато жизненно. Я всегда стараюсь на ситуацию посмотреть с позиции человека, у которого стакан скорее наполовину полон, чем наполовину пуст. И я считаю, что карантин это отличная возможность почистить перышки, поделать какие-то процедуры для волос, для лица, для своего тела, на которые у нас просто не будет времени, когда карантин закончится. Первые мои фавориты это травки для волос. На протяжении многих лет я вообще считала лучшей травой для волос, для корней волос, для того, чтобы волосы не выпадали, лучше росли крапиву. Но вы знаете, методом проб и ошибок я поняла, что в принципе, если вы будете покупать какие-то другие травы, кору дуба, ромашку, или вот мне недавно посоветовали корневища Ира, тоже очень классная трава для роста волос против их выпадения. Она очень насыщена дубильными веществами, эфирными маслами, она будет укреплять вам корни. Также, если у вас, знаете, кожа головы жирная, это в принципе относится ко всем травам. Если волосы быстро пачкаются, то когда вы ополаскиваете травяными отварами, есть такой результат, что волосы реже пачкаются. И поэтому я решила, что за время карантина проделаю себе курс вот этих вот ополаскиваний. Это отличное время, потому что сейчас есть действительно возможность возиться вот с этим завариванием трав, с этими баночками, чего в другое время уже, возможно, возможности не будет. Я беру 3 столовых ложки любой из перечисленных трав, той, которая вам больше подходит, и заливаю 500 миллилитров, то есть пол-литра кипятка. Даю настояться, потом остужаю это, процеживаю, и после мытья головы шампунем ополаскиваю волосы. В первую очередь эти отвары, они предназначены именно для кожи головы, чтобы попадать на корни. Ну, также, естественно, они стекают и по длине волос, и все, больше ничего делать не нужно. Дайте немножко этому отвару стечь, и потом просто промокните волосы полотенцем, как обычно. И работает это только в том случае, если мы это делаем действительно на протяжении длительного времени, ну, то есть 3-4 недели. Увидите хорошие результаты. А именно, то, что у вас лучше растут волосы, появится такой густой подшелсток, то, что они меньше стали пачкаться, меньше жирнится кожа головы, и в целом волос стал более здоровым, блестящим. Следующее, чему я сейчас уделяю внимание гораздо больше, чем обычно, это уходу за кожей тела. В принципе, уже и по сезону пришло то время, когда мы обычно используем скрабы, антицеллюлитные масла, массажи и так далее. Потому что весна, а глянуться не успеешь, этот месяц он пролетит, нас все-таки когда-то выпустят из дома, и начнутся короткие юбки, шорты, лето, купальник и так далее. Я вам уже когда-то показывала вот такой скраб для тела, апельсиновый йогурт, линейка фруктовый десерт от Берита М. И у меня это уже не первая банка, он мне очень-очень нравится. Здесь такие оптимальные частицы, знаете, такие не слишком грубые, но и в то же время от которых уже заметен результат. Мне просто идеально подходит. Оно пахнет каким-то очень вкусным яблочно-апельсиновым вареньем. И в его состав входит много увлажняющих компонентов. То есть, когда вы в душе им воспользовались, вам потом уже не обязательно использовать крем для тела, потому что также он неплохо увлажняет кожу. Следующий скраб для тела, который мне тоже нравится, это тонизирующий скраб для тела от Organic Kitchen, желтая сенсация. Он, вот это вот действительно прям тонизирующий скраб. У него такой запах, знаете, какой-то кисленький, какого-то вот сочного лимонада. Как будто действительно разрезали какой-то экзотический фрукт, где такая сочная-сочная мякоть. Здесь уже идет скраб чисто на соляной основе. Здесь мелкая соль, не крупная. Я всегда избегаю в скрабах какой-то крупной соли, потому что я не очень понимаю их смысл. Они просто, мне кажется, дерут кожу. Здесь хороший помол солью, то, что надо. Опять же, здесь много увлажняющих компонентов. Не придется потом использовать масло или молочко для тела. Далее, карантин, прекрасное время для того, чтобы делать какие-то легкие такие антицеллюлитные массажи. Ну, понятно, что сами себе вы не сделаете такой прям, знаете, конкретный массаж, как вам мог бы сделать профессиональный массажист. Но, тем не менее, если вы это делаете каждый день в течение месяца, то результат однозначно будет. Во-первых, у комплимент очень много таких средств. Здесь антицеллюлитный массажный крем. Здесь в составе идет зеленый кофе и масло органы. Стимулирует процесс похудения, выводит жидкость. Да. В общем, здесь нет какого-то, знаете, разогревающего или, наоборот, охлаждающего эффекта. Просто это массажный крем, который по своей текстуре просто хорошо подходит для массажа. То есть, он очень хорошо скользит по коже и делает кожу более какой-то ровной, гладкой, выравнивает ее поверхность, скажем так. Следующее средство это вот такое антицеллюлитное молочко от Ифраше. Здесь у него в составе есть кофеин. Причем кофеин здесь идет достаточно близко к началу состава. То есть, его довольно много. Что делает кофеин? Кофеин как раз он обладает таким вот разгоняющим жидкость эффектом. И он выводит лишнюю жидкость из наших тканей. Вот это молочко, оно похоже вот на это. То есть, оно имеет такую легенькую, жиденькую текстуру, которая не очень быстро впитывается, она довольно скользкая. И за счет этого вы успеваете поделать массаж. В принципе, это нормально. Все антицеллюлитные кремы, молочко, лосьоны для тела, они вот должны именно так и работать. Следующий массажный крем, которым я пользуюсь после душа, это крем балет массажный. Вы его, наверное, миллион раз видели. Достаточно узнаваемый. Вы знаете, здесь он имеет достаточно плотную такую текстуру. И обладает очень хорошими увлажняющими кожесвойствами. Он достаточно питательный. Мне очень нравится здесь не разогревающий, а наоборот такой приятный охлаждающий эффект. Потому что здесь есть ментол. Тоже такой достаточно неплохой крем. Особенно, если у вас кожа, ну, немножко сейчас суховата. Потому что здесь будут еще очень хорошие увлажняющие и питательные также функции. Следующее, что вы можете использовать, это масла. Масла для тела. Самые, наверное, простые, такие универсальные, популярные масла. Это масло персиковых косточек. Это масло миндаля. Это масло абрикосовых косточек. Но я бы именно для целей массажа советовала использовать все-таки миндальное масло. Почему? Потому что оно просто лучше подходит для массажа. Оно дольше не впитывается. У него лучше скользящие функции. И вам будет лучше по нему делать массаж. Также оно очень хорошо увлажняет кожу. Самая простая такая смесь для массажа. Это просто добавить в миндальное масло эфирные, желательно цитрусовые масла. Потому что они обладают как раз, знаете, таким тонизирующим эффектом и антицеллюлитным эффектом. У меня есть на данный момент эфирное масло лимона и эфирное масло апельсина. Обычная для меня концентрация, это когда я на 50 миллилитров миндального масла, я добавляю, скажем, 10 капель лимона и 20 капель апельсина. Для меня это нормально. И раз уж мы заговорили о маслах, то следующее масло, вернее здесь у меня смесь эфирных масел от Царства Ароматов. Это изготавливают в Крыму. Здесь у меня смесь эфирных масел Жасмина, Розы и Бергамота. Мне именно понравилась здесь комбинация эфирных масел, то что здесь Жасмин, Роза и Бергамот. Но Розы я здесь почти не чувствую, это неудивительно, потому что Роза это одно из самых дорогих эфирных масел. Скорее всего они капнули туда просто капельку. В основном я здесь чувствую Жасмин и Бергамот. Мне очень нравится, я также делаю с ним массажи, добавляю в масло, чаще всего миндальное или какую-то смесь косметических масел и делаю массаж. И следующим моим фаворитом карантина является вот такая маска от Organic Kitchen. Это SOS маска после вечеринки. Да, не путайте с вечеринкой на Марсе, это совершенно разные маски, именно вот это после вечеринки. Звучит довольно смешно, потому что никаких вечеринок нет. Мы сидим в изоляции, но тем не менее я ее прям распробовала именно на карантине. Она из себя представляет такое густое-густое желе. Вы знаете, она потрясающе увлажняет, успокаивает и смягчает кожу. Действительно, когда кожа в стрессе, опять вот эта вот изоляция, недостаток свежего воздуха, недостаток солнца. Здесь очень большая идет концентрация пантенола и здесь очень большая концентрация витамина С. То есть здесь прям соки цитрусовых и так далее. Очень рекомендую ее попробовать. Она стоит всего лишь 80 рублей. И на Азоне это бестселлер. На нее там какие-то тысячи положительных отзывов. И я понимаю, почему. Действительно, она очень хорошо увлажняет, успокаивает кожу. Вот действительно то, что нужно, когда кожа в стрессе, когда не хватает свежего воздуха. И, ну, потому что мы сидим дома, мало движения, мало свежего воздуха. Кожа немножко обезвоживается, тускнеет. И я с ней очень подружилась за это время. И следующий фаворит карантина для меня это гидролаты. Я вам рассказывала, что я очень люблю гидролаты. В данном случае у меня сейчас гидролат Василька от компании Правильная Косметика. Он глубоко увлажняет кожу. Также хорошо подходит, как компрессор на глаза. И, в общем, улучшает тонус кожи. В принципе, не так и важно, какой именно гидролат вы будете использовать. Также это может быть термальная вода. Тоже отличный вариант. Просто мы... Это поддерживает такой оптимальный уровень увлажнения кожи. Освежает. Ну и просто как-то получше себя чувствуешь. Потому что все равно в помещении воздух более сухой. И даже если у вас стоят увлажнители, даже если у вас прохладно дома, все равно это не то же самое, как когда мы ходим на улицу. Поэтому термальная водичка, гидролат. Вы, опять же, можете взять просто какую-то траву. Лучше всего для этих целей подойдет ромашка, липа, лаванда. Потому что у них такие более, знаете, увлажняющие, успокаивающие, противовоспалительные свойства. Также вы делаете густой отвар, скажем, столовая ложка на 200 миллилитров воды. Будет вполне достаточно. И заливаете в какую-то баночку с пульверизатором, с распылителем. Хранить, конечно, такое надо в холодильнике и не очень долго. Но это, в принципе, будет как чай. Кстати, зеленый чай тоже вполне подойдет для этих целей. Следующий косметический такой аптечный фаворит карантина это глины. В принципе, я всегда делаю глиняные маски. Для меня это один из таких необходимых этапов, потому что я считаю, они прекрасно очищают кожу, тонизируют. Но сейчас у меня в ходу именно вот розовая. Будьте аккуратны с розовой либо красной глиной, потому что она может немножко окрашивать вам кожу. Если вы видите, что цвет очень интенсивный, ну, разведите ее с белой глиной, это будет оптимально. Почему именно розовая глина? Потому что розовая глина, она подходит для сухой кожи, для раздраженной кожи, для чувствительной кожи. Вот сейчас тоже мы сидим дома. И вообще сам период весны, вот смены сезонов, перепады температур, он для моей кожи всегда какой-то стрессовый. И в такие моменты я выбираю именно розовую глину. Вот, такие вот у меня были фавориты карантина. Стараюсь сейчас дополнительно как-то ухаживать за собой, делать какие-то процедуры, на которые не всегда хватает времени, когда нет карантина. Стараюсь что-то делать, чтобы все-таки поддерживать кожу в хорошем состоянии, несмотря на то, что мы в заперти. Ребят, если вам интересно такое видео, прям спа-день со мной, где я подробно покажу, как я замешиваю маски, что я делаю, в каком порядке, чего, сколько я добавляю, то ставьте пальчики вверх, дайте мне знать комментариями, тогда обязательно еще сделаем такой ролик. Ну, а на сегодня это все, и всем пока, до новых встреч на моем канале. Пока-пока!